Добрый день! Как обычно в это время на ваших экранах прогресс 40 минут о том, как устроен мир Передний край науки и технологий История открытий и секреты древних 2008 год объявлен Международным годом радио За столетия, прошедшие со времен Попова и Марконе Эта индустрия развивалась, наверное, быстрее всех остальных От грозы отметчика до современного спутникового телевидения и интернета Но первым прибором, по которому можно было услышать живую человеческую речь Был детекторный приемник И сегодня в программе прогресс мы будем мастерить эту штуку своими руками Первые передатчики транслировали не звук А двоичный код Точка, тире, точка, тире Звук стали передавать только после того, как изобрели генератор высокой частоты И вот на эту высокую частоту накладывается, модулируется наш звук Стоит задача Этот звук из вот этой сложной волны выделить и услышать Собственно, получить звуковое радио И первым приемником был детекторный Обычно с этого начинают все радиолюбители С изготовления детекторного приемника Вот как выглядит его схема Сюда мы присоединим антенну Здесь у нас будет конденсатор переменной емкости Нам нужен колебательный контур Который бы был в резонансе с той волной, которую мы собираемся поймать Переменную емкость для того, чтобы этот контур можно было подстроить Дальше самая главная часть Детектор Это обычный маленький диодик, который даже на столе трудно найти Дальше нужен еще один конденсатор, который отфильтрует высокую частоту Уникальная особенность детекторного приемника в том, что он не нуждается в источнике питания Собственно, радиоволна, энергия радиоволны Достаточно для того, чтобы услышать радиостанции на длинных или средних волнах И так начинаю работать Ну вот, самый простейший радиоприемник готов И теперь осталось его испытать Это произойдет в конце программы в студии «Прогресса» Сегодня в программе Померимся рейтингами К концу сезона телеканалы и рекламодатели подводят итоги У кого было больше От сухих цифр веет большими рекламными бюджетами Но как получаются эти сухие цифры? Рейтинги теле- и радиопередач Как это делается? Ты все пела, это дело Так поди же попляши Балет пчелу-муравьев Как они кодируют информацию в танцах Сенсационные открытия немецких и российских антомологов Общественные насекомые учатся и учат друг друга Окончание репортажа о жизни насекомых Телекинез Теперь это возможно При помощи электрических сигналов мозга Даже парализованный человек Может управлять приборами и играть в виртуальный футбол Как можно уловить желание в энцефалограмме? Новая наука Нейроавтоматика На основных телеканалах заканчивается сезон Громких проектов до осени не будет Каждому человеку, имеющему отношение к телевизору Постоянно подходят родные и близкие С одним и тем же вопросом Что это за рейтинги, из-за которых вы там деретесь? Как получают эти цифры? И действительно, если десяток лет Основным методом были прямые опросы по телефону Скажите, какую программу вы сейчас смотрите? То теперь вместо социологии Инструментальный метод PeopleMeter Ящик, присоединенный к телевизору Понятно, что если разные агентства будут измерять рейтинги Их цифры хоть немного, но разойдутся А рекламодателю нужна абсолютная ясность GRP Сумма рейтингов Определяет стоимость рекламной минуты Поэтому все телеканалы договорились доверять результатам Одной кампании TNS Gallop И споры, у кого больше, решают по-тихому Но руководитель Первого канала Константин Эрнст Сделал беспрецедентное публичное заявление Он не согласен с рейтингами сериала-блокбастера Измеренными Гэллопом И подозревает агентство в пристрастности Возможно ли это в эпоху автоматических измерений рейтингов? Как вообще это делается? Есть ли в системе внутренние пороки? Это важно, ведь от того, что мы смотрим Зависит то, что нам будут показывать завтра Екатерина Алябьева на неделю приникла к PeopleMeter Подключается модем Подключается антенна Все, прибор готов к работе Внутрь телевизора влезать не надо Этот черный ящик решает судьбы телевизионных программ и сериалов С его помощью социологи измеряют их рейтинг Мини-компьютер с ТВ-тюнером В простонародье PeopleMeter В момент включения телевизора Прибор просит зарегистрироваться Сейчас я отметила кнопочку А На PeopleMeter появилось сообщение Которое приветствует Володю Это обозначает, что Володя начал просмотр телевизора Соответственно прибор запомнит эту информацию Затем по телефонным линиям Эта информация сбросится к нам в офис PeopleMeter стоят в семьях жителей крупных городов России С помощью глобального опроса Среди всего населения выделяются разные типы телесмотрения Много, мало, утром или ночью, семьей или в одиночку Те факторы, которые влияют на телесмотрение По данным установочного исследования 2007 года Это количество членов семьи, количество телевизоров Среднее количество принимаемых каналов Наличие видеотехники Ну и, безусловно, полувозрастная структура И образование, которое также контролируется Потом среди огромного массива опрошенных Выбираются те семьи, которые отражают целостную картину В течение двух недель семьи прибывкают к нашему прибору Чаще всего стараются смотреть какие-то умные передачи После этого их жизнь возвращается в обычный ритм Они даже не замечают, что прибор появился в семье Слабое место уговорить нужных людей Поставить в дом шпионское устройство По статистике на это готовы 15-20% телезрителей И всем очень приятно, когда их мнение будет учтено Для решения жизненно важных задач Если бы мы мотивировали людей Принимать участие в исследовании Только из-за денег То к нам бы в панель могли попасть Либо люди очень бедные, либо очень жадные И тем самым так называемая Репрезентативность выборки была бы нарушена Данные по Москве у нас поставляются на следующий день после эфира Данные по Петербургу, например, через два дня после эфира Мы видим по секундам, как меняется аудитория разных программ и каналов Рейтинг показывает процент зрителей программы от числа всех россиян А доля от числа тех, кто в данный момент смотрит телевизор Существует сложившаяся практика телепросмотра Которая практически не зависит от того, что телеканалы будут ставить свои сетки Общий телепросмотр, который характерен для России и для многих европейских стран То есть заранее известно, что большинство россиян будет смотреть телевизор В 7 до 11 часов вечера Это прайм-тайм, самое дорогое время на телевидении Вопрос в том, какой канал зритель выберет Бывает очень качественная, очень умная, очень тонкая программа Хорошо и занимательно сделана для думающей аудитории, как принято сейчас говорить Но она имеет мизерные рейтинги, потому что она неинтересна Или она не попала в того зрителя, который находится у экрана Либо неправильные какие-то, может быть, измерения А бывают, ну наоборот, какие-то вещи Совершенно обычная штатная программа или сериал Или там тоже набившаяся москомину кривое зеркало И она собирает из года в год какие-то показатели Могут, конечно, говорить, что какое кошмарное засилие Насилие, эротики, чернухи, порнухи на экране А при этом сами втихаря включать, смотреть эти программы И рейтинги это показывают В России пиплметрией занимается только компания TNS Gallop Ее измерение рейтингов по итогам года конвертируется в стоимость рекламного времени В конце года, когда осенью мы силами нашего медийного агентства Проводим анализ предложений от телеканалов Мы на год вперед стараемся выставлять сетки медиапланов Мы задаем всегда долю прайма Обычно это 65 на 35 И, соответственно, на данные условия телеканалы выдают нам цены образования Компания, которая продает рекламу на НТВ Она обращается к руководству компании К производителям компании Если запускается какой-то новый проект Например, программа Superstar, которая у нас шла прошлой осенью Какой рейтинг вы прогнозируете будет у этой программы? Прогноз был, что это будет не меньше, чем 7 пунктов рейтинга Соответственно, исходя из этой цифры И было рассчитано рекламное время в программе Сначала канал работает на рейтинг, а потом рейтинг работает на канал Главная задача — поддерживать планку, чтобы оправдать свои расценки Если проект не удается, он собирает маленькую долю И его тут же выкидывают из сетки Это очень часто бывает По рейтингу лидирует первый канал Но вот его эфирное время не самое дорогое Кроме количества зрителей, рекламодателей волнует качество аудитории Пол, возраст, образование, доход Руководители, мужчины с высоким уровнем дохода Высоким уровнем образователей И, конечно, для любого канала привлечь именно такую аудиторию Это самое важное дело По данным PeopleMetrov, у Первого канала, как и у канала «Россия» Преобладает более возрастная аудитория Первый с показателями Гэллопа не согласен Собственными силами он организовал в Москве альтернативный подсчет По телефонным опросам Результаты, которые получаются По измерениям PeopleMetrическим, дневниковым и телефонным Они разные К этому убеждению индустрия уже пришла И, собственно, удивление это ни у кого не вызывает В России все больше и больше сил набирает так называемые недомашние смотрения Смотрения в барах, ресторанах, спортбарах и прочих местах PeopleMetrov это не меряется Для этого существуют другие технологии Например, портативные PeopleMetrov Это такой небольшой прибор Раньше мы говорили, что он размером с пейджер Но сейчас это уже не актуально Но, в общем, размером с мобильный телефон Который человек постоянно носит с собой И прибор умеет фиксировать то, что человек в данный момент времени слышит Это делается при помощи специального аудиокода Который зашивается в аудиосигнал телеканалов или радиостанции Из телефонных опросов мы не сможем узнать поминутно, что смотрел зритель Но зато в выборку попадут те люди, которые отказались бы от установки PeopleMetrov у себя дома Портрет зрителя будет точнее Но рынку собственные измерения не предъявишь Наблюдатель должен быть независимым Они измеряются для программирования канала Они ориентируются только, как говорит господин Эрнст и его команда Исходя из показателей первого канала Но рекламу свою они продают по измерениям Гэлопа Потому что по умолчанию он официальный измеритель телевизионного рынка в России Собственные измерения помогут первому или любому другому каналу Определиться с тем, какая аудитория ему нужнее Если у канала получится ее заинтересовать То и PeopleMetrov это обязательно зафиксируют Рейтинг это как светофор Можно заявить, что не согласен с его электрической схемой Или что лично ты ему не доверяешь и отправится на красный А на перекрестке в лучшем случае ГАИ, а в худшем грузовик С интервалом меньше месяца прогремели две новости Российские сейсмологи предложили совершенно новую модель предсказания землетрясений В частности, один из выводов группы был До 2018 года обязательно случится мега землетрясение Были даже названы возможные районы Западный берег США, Чили и Кашмир А буквально через две недели после предсказания землетрясение случилось Но в Китае не предсказано никем Как это объяснить? Один из членов группы сейсмологов, предложивших новый алгоритм предсказаний Владимир Кособоков в открытой студии прогресса в Москве После рекламы на пятом Не переключайтесь Итак, насколько точно работают нынешние модели предсказания землетрясений? Почему катастрофа в Китае случилась непредсказанная никем? Мы говорим с Владимиром Кособоковым, автором гипотезы, согласно которой Земля только вступает в эпоху глобальных тектонических катастроф Добрый день, Владимир И все-таки нынешний подход к прогнозу землетрясения Насколько он оправдывается? Насколько удается попасть в точку? Если говорить о прогнозе землетрясения именно как о прогнозе времени То прогноз, анонсированный в очередной раз на конгрессе в Вене Был связан с еще более сильными землетрясениями, чем то, которое, к сожалению, произошло 12 мая в Китае Речь идет о мегаземлетрясениях Мегаземлетрясения это 89 баллов, да? Это 9 баллов В отношении Китая здесь как раз землетрясение великое То есть это землетрясение с магнитудой порядка 8 К сожалению, район, в котором произошло землетрясение, находится вне пределов глобального мониторинга Который мы ведем уже с 92-го года с американцами И сделать предупреждение для этого района было просто невозможно Сейсмология, она ориентировалась на события, которые уже произошли И вот анализ просто сейсмичности, анализ того, что происходило в последнее время Цикличность не есть периодичность И это вот одно из непониманий, которые существуют в мозгах, в том числе сейсмологов Циклы это сменяющиеся периоды относительно затишья и активизации Мы сейчас поступили в полосу очередной активизации такого рода Ну а все-таки, если говорить об алгоритмах Вот основа это что? Это статистика и математика все-таки, да? То есть какой-то математический аппарат очень сложно используется для этого, да? Или это моделирование на суперкомпьютерах? Вот как это делается в случае с погодой? Ну, к сожалению, аналогия с погодой сложная, потому что люди, занимающиеся атмосферой Земли Имеют возможность видеть эту атмосферу, причем современные спутники позволяют видеть это трехмерно Что касается Земли, пока таких инструментов не имеется Итак, значит, вы утверждаете, ваша группа утверждает, что в ближайшие 10-15 лет Нас ждет волна мега-землетрясений То есть землетрясений с огромной мощностью, которые, скорее всего, произойдут все-таки в людных районах, да? И этого не избежать Это действительно так, но не обязательно в людных районах Цикл таких землетрясений начался 26 декабря 2004 года Он продолжается, во всяком случае, землетрясения Великие, магнитуды 8 Это все землетрясения, которые подтверждают наличие глобальной активизации Которая может сопровождаться мега-землетрясений Спасибо огромное, что приняли участие в нашей программе Итак, это был прогноз Владимира Кособукова, группа которого недавно сделала доклад на международной конференции в Вене И этот доклад получил большой резонанс Смысл был в том, что мега-землетрясения, землетрясения огромной разрушительной силы проходят циклами И мы в такой цикл недавно вступили Спасибо за участие в программе Всего доброго Спасибо, Павел, за приглашение Благодарю Сегодня вторая серия репортажа о самых въедливых исследователях жизни общественных насекомых Пчел и муравьев, которые как раз сейчас, в конце весны, окончательно проснулись Эксперименты, проведенные в последние годы, показали Роль химических меток, при помощи которых происходит коммуникация, значительно преувеличена Насекомые активно общаются, передают друг другу информацию и даже запоминают ее Школьный тезис о том, что они не обучаются, а только реализуют заложенные инстинкты Можно смело сбросить с корабля современности Энтомология – это не просто бабочек ловить Принципы, по которым устроена пчелиная или муравьиная семья, настолько продуманы Логистика доставки пищи и яиц, выноса мусора так совершенно, что стали моделями для реструктуризации крупных производств По сути, возвращается забытая наука бионика – копирование природных механизмов в технике Услугами энтомологов пользовались менеджеры Роттердамского порта Это пока первый случай, где детально изученная муравьиная транспортная система была применена в человеческой практике Время разгрузки судов сократилось на 20% Игорь Макаров постигал разум насекомых Пчела разведчица возвращается с хорошими новостями В ее лапках – пахучие комочки пыльцы Но сладким запахом товарищей не убедишь Она по головам пробирается к танцполу и начинает нарезать восьмерки Это больше, чем танец Это язык Впервые этот язык расшифровал в 60-х годах Карл фон Фриш, получивший Нобелевскую премию Наблюдая за танцем, он подметил странную закономерность С утра пчелы танцевали, повернувшись влево, а вечером вправо Он долго ломал голову, что могло быть причиной, пока его не осенило Движение Солнца Солнце для пчел – основной ориентир Если цветок расположен прямо по Солнцу, разведчица танцует вертикально по оси гравитации Если под углом 40 градусов, повернется и ось ее танца Продолжительность покачиваний брюшком показывает товарищам расстояние до нектара Но как пчела замеряет пройденное расстояние? Пролетая сквозь туннель со случайным рисунком на стенах, пчелы доказали В полете они не успевают разглядеть цельную картину И лишь подсчитывают количество пикселей Дорога через однообразно зеленое поле кажется пчеле гораздо короче, чем тот же путь над пересеченной местностью Это прозрачный уль и мы можем видеть жизнь внутри сот Но обычно внутри колонии царит полная темнота Да как пчелы в глубине улья узнают, что найден новый источник нектара, только чувствуя вибрацию в самих сотах? Пчеловоды давно заметили, когда пчел загоняют в рамку, они выгрызают дыры в углах Раньше думали, что через такой туннель они срезают путь А оказалось, ремонтируют телефонную сеть Без этих дыр волна не смогла бы распространяться по сотам Соты — это телефонная линия Ее архитектура оптимальна для передачи вибрации танца И настроена на частоту 270 колебаний в секунду Соты усиливают сигнал от танца и подавляют сторонний шум Пчела слушают не ушами, а ногами Сенсоры внутри ножек различают смещение воска на тысячную долю миллиметра Пчела в глубине улья слышит начало танца и приходит потанцевать с разведчиком Следуя за ним, она постоянно касается танцора антеннами И определяет направление танца и его длительность Эти штрих-коды и есть закодированное расстояние до нектара Помимо азбуки Морзе, пчелы общаются и с помощью феромонов Своеобразных смс, коротких текстовых сообщений Например, «Здесь шершень! Налетай, ребята!» Долго считалось, что именно пахучий след — основа коммуникации муравьев-фуражеров Пока Жанна Резникова и Борис Рябко из Новосибирска первыми в мире не описали символический язык муравьев Вот ваша мать пришла, молока принесла Разведчик ждет, когда пинцет-экспериментатор доставит его к сладкому сиропу Его товарищи не ели два дня, и поэтому ему надо торопиться Найти выход из лабиринта, запомнить дорогу И рассказать своей группе фуражеров, как ориентироваться на бинарном дереве Каждый раз нужно выбирать, идти направо или налево И идея теории информации, которая лежит в основе этого опыта Основана на том, что если мы кому-нибудь передаем информацию о повороте направо или налево Мы передаем тем самым один бит информации Нашему разведчику надо пройти четыре поворота И передать группе четыре бита информации На сходе с моста его ждут оголодавшие товарищи и Жанна Ильинична с секундомером Схлестнулись антенны, счет пошел на минуты Он контактирует одновременно с членами группы от одного до трех Вот в таком вот тесном контакте И еще примерно два-три муравья стоят рядом и очень близко за ними наблюдают Измеряя время, которое они затрачивают на эту передачу информации Мы таким образом можем оценить возможности их языка Вот теперь мы знаем, что муравьи могут передать друг другу до 6 бит информации Со скоростью, которая примерно в 10 раз меньше, чем скорость передачи информации у человека Скорость зависит и от сложности сообщения Если двигаться надо все время вправо или хотя бы по очереди вправо-влево Муравьи справляются гораздо быстрее Они могут подмечать закономерности простейшие И использовать это как бы для сжатия информации Вот скажите, для чего используются местоимения, аббревиатуры, всевозможные сокращения Как раз для того, чтобы побыстрее говорить Вот ровно так же, оказывается, делают и они Пока муравьи беседуют, Жанна Резникова меняет лабиринт, чтобы исключить пахучий след После этого она пинцетом забирает разведчика И теперь уже группа самостоятельно должна найти нектар Есть счастье в жизни Муравьи нашли еду Экспериментаторы доказали, что они сделали это только по разведданным За счет коммуникации У инфицированной личинки пчелы Лара берет кровь гемолимфу И находит только 4 иммунных белка Очень мало Ведь 30 миллионов лет пчелы живут в большей плотности, чем люди в современных городах С такой слабой системой защиты Эпидемии должны были давно стереть их с лица земли Объяснение одно От болезни пчел защищает социальная физиология Архитектура улья Гибкий температурный режим, циркуляция воздуха, гигиена Пчелы сажают на карантин больных и летают за лекарствами в аптеку Используют антигрибковые молекулы растений Все это социальные стратегии, которые не используют одиночные насекомые Но откуда молодые пчелы знают, что именно им делать? Как они обучаются своим стратегиям? Харди наблюдает, как дикие пчелы на глазах приспосабливаются к изменению климата в Баварии Темп обучения фантастический Архитектура улья становится более округлой Меняется состав воска Пчелы копируют инновации друг у друга Харди уверен Гены кодируют лишь часть навыков Остальному пчелы обучаются у старших сестер за счет имитации Можно научить колонию собирать нектар в 4 утра вместо 6 Если личинки из этой колонии перенести в обычную, то они продолжат вылетать за нектаром рано утром Еще с детства они помнят, как ульи начинал жужжать в 4 часа утра В ульи постоянно живет несколько поколений пчел, как у людей И бабушки с мамами делятся опытом с молодежью Передача знаний создает социальную традицию По сути, это пчелиная культура Имитация поведения самих пчел – это уже основа бионики Пчелы помогают людям оптимизировать интернет-трафик Находить взрывчатку в лондонском аэропорту Хитрил И дают уроки архитектуры Пчелы гениальные строители 30 грамм воска выдерживают 3 килограмма меда Пчелиные нанотехнологии Именно Воск должен выдерживать вибрации, но не разрушаться Сота – идеальная структура для сейсмоустойчивых зданий Пока профессор Таутс любует с архитектурой улья В средневековом соборе Вюртсбурга заканчивается вечерняя служба Если даже в таком месте глаз на ТКС на пчелиные соты Значит точно, ничего лучше этой формы человек никогда уже не придумает Далее в программе Сила мысли Как при помощи электрических сигналов мозга Ученым удается управлять приборами Как дошифровать энцефалограмму И превратить мысль в движение Помогут ли новейшие технологии парализованным инвалидам Нейроавтоматика Умение угадывать желание От точки и тире к живому голосу в наушниках Как появился детекторный приемник И как собрать его своими руками Эксперимент прогресса Все это после рекламы на пятом Не переключайтесь Не переключайтесь Парализованный человек играет в компьютерную игру Для этого у него к подбородку прикреплен джойстик При помощи которого он управляет компьютером Но даже для того, чтобы принять душ Ему нужна хитроумная система рельсов и подъемников Но ведь мысленно он может поднимать любые тяжести Открывать двери Его мозг не поврежден Четыре года назад состоялось историческое событие Два парализованных инвалида играли в футбол Даже без джойстиков Они двигали фигурки при помощи собственной энцефалограммы В принципе, таким же образом можно оживить любой протез Передвижение предметов силой мысли Телекинез Из сферы мракобесия перемещается в реальность Вся сложность в том, что мозг дает широчайший спектр электрических сигналов И самое трудное – уловить желание, в прямом смысле слова Выделить его из шума Чем большую точность хочет получить ученый Тем больше датчиков надо устанавливать на голове больного Поток информации растет, но при этом он перегружает даже современные суперкомпьютеры Пионер бесконтактного управления предметами Австриец Кристофер Гюгер На этой неделе побывал в России С ним и его российскими коллегами силу мыслей измерял Николай Ковальков Весной 1980 года Томас поехал куда-то в путешествие с друзьями Они катались на серфинге и его накрыло волной так, что его тело парализовало от плечей до ног К голове Томаса прикрепляют электроды На руку надевают специальный протез, присоединенный к компьютеру И вот впервые за 16 лет он своей собственной рукой берет кусок яблока и подносит его к рту Чтобы сделать эти неуверенные движения рукой, Тому пришлось 4 месяца тренировать голову Цель этого эксперимента восстановить двигательную функцию руки с помощью мыслей То есть я только представляю себе движения Думаю о них, а компьютер читает мои мысли и протез заставляет руку двигаться по-настоящему Такое устройство, которое может преобразовывать информацию об электрической активности мозга В команду управления каким-то внешним устройством Называют Brain Computer Interface, нейрокомпьютерный интерфейс При этом электрические сигналы на коре мозга, которые с помощью энцефалографа передаются в компьютер Формирует сам человек Если вы думаете о кошке, то начинают активизироваться неспецифичные участки мозга И эта информация непригодна для BCI Если вы думаете о движении рукой, то в коре головного мозга активизируется участок, который отвечает именно за движение рук Это так называемые мю-ритмы Если вы думаете о движении левой рукой, то активизируется участок в правом полушарии Если вы думаете о движении правой рукой, то участок в левом полушарии Если мы выделим точно эти участки, то мы сможем присвоить какие-то команды Например, поворот направо или налево И когда электрическая активность этих участков будет повышаться, наше внешнее устройство будет реагировать поворотом в нужную сторону Парализованный Томас в инвалидной коляске едет по виртуальной улице Он получает предупреждение от компьютера, что впереди люди, и ему нужно не допустить столкновения с ними То есть либо свернуть в сторону, либо остановиться Чтобы управлять движением коляски, Тому сначала нужно было научиться максимально точно представлять в своем воображении движение рук по команде компьютера Человеку на мониторе показывают стрелки, которые появляются на пересечении двух линий Когда стрелка указывает направо, он должен мысленно представить себе движение правой руки Если стрелка указывает налево, представляет движение левой руки Получив эти данные, компьютер должен научиться выделять из спонтанной ритмики ЭЭГ Те вызванные потенциалы, которые активизировались по мысленной команде Тома В начале этой кривой мы видим резкий скачок Так выглядит изменение сигнала при мысленном движении левой рукой Все остальное шум, и даже этот скачок всегда будет немного меняться Потому что электрическая активность не может быть одинаковой каждый раз, когда Том будет отдавать мысленные команды Компьютер научится распознавать именно команды, если мы усредним эти значения Чтобы получить надежные данные, нужно усреднить результаты как минимум 80 одинаковых опытов И это для одной только команды Это практически то же самое, что в компьютере сделать драйвер управления каким-то внешним устройством Например, драйвер управления мышкой Вот так же формируются драйверы управления под каждое движение мышцами Вот нужно теперь организовать формирование драйверов под электронные устройства Профессор Александр Каплан занимается разработкой нейрокомпьютерного интерфейса уже больше пяти лет Для него не имеет большого значения, каким именно устройством будет управлять человек Главное количество команд, которые он сможет отдавать Пока с точностью около 90% даются только две команды Теоретически ученым понятно, что нужно делать для того, чтобы управлять даже пятью параметрами одновременно Кроме мысленных движений руками, есть еще представление движения ног Которое активизирует участок мозга над теменной долей Это третья команда Еще два параметра управления могут быть введены, если фиксировать изменения электрической активности В тех участках мозга, которые отвечают за решение так называемых ментальных задач Ментальные задачи это определенные, ну наверное, группы каких-то мыслительных действий, которые выполняет человек Сейчас вот мы делаем классификатор, который распознает умственный обратный счет И за счет этого выделяется какой-то управляющий сигнал, да, на исполнительное устройство И трехмерное вращение, ну мысленное трехмерное вращение объекта Вот, соответственно, это изменение активности в лобной доле и в затылочных частях Но пока разработка Дмитрия и его коллег может получать из мозга тоже две команды Этот робот на гусеницах только поворачивается влево или вправо Это, конечно, приоритетные исследования Те лаборатории, которым удастся создать довольно хороший, надежный интерфейс мозг-компьютер Они получат, конечно, очень большие выгоды на просто рынке продажи этих устройств А рынок сейчас, востребованность таких устройств очень высока Но пока нет ни одного, пока нет ни одного надежного Испытать на собственном мозге управление хотя бы одним параметром российские разработчики мне не позволили Одни говорят, что надо долго учиться, другие не могут раскрывать секретов Из-за договоренности с заграничными партнерами, которые оплачивают часть исследований А австриец Кристофер Гюгер, который приехал читать лекцию по BCI во Владимирский государственный университет Предлагал надеть шлем с электродами любому желающему Волосы под отверстием в шлеме раздвигаются А кожу головы смазывают ватной палочкой с абразивным гелем Чтобы создать более надежный контакт с электродом Это серебряный электрод с золотым покрытием Его тоже нужно смазать гелем и вкручиваем его в шапочку Это виртуальная печатная машинка Используя всего одну мысленную команду Человек может набирать тексты, не совершая физических действий В матрице размером 6 на 6 знаков Размещаются буквы латинского алфавита и цифры от 0 до 9 Человек выбирает букву и сосредотачивает на ней внимание Буквы в столбиках и строках начинают мигать в произвольном порядке Когда выделяется строка или столбик, в котором находится выбранная буква Человек отмечает мысленно это выделение После каждой такой фиксации под центральным рядом электродов Электрическая активность увеличивается Красной линией отмечен момент выделения буквы W в матрице Зеленая кривая — это отклик мозга на появление стимула Мы видим, что примерно на 0,03 мс отклик мозга достигает пика Это где-то 6-7 микровольт Это намного больше, чем отклик на нецелевые буквы, который здесь выражен синий кривой Этот метод выделения зрительных вызванных потенциалов называется компонент P300 Потенциал 0,03 мс Он известен уже давно Первые аналоги таких устройств для ввода текста были созданы почти 20 лет назад Но из-за малой чувствительности регистрирующих электрическую активность приборов Система работала очень медленно и допускала много ошибок Сейчас примерно после пятой минуты тренировки Человеку достаточно двух секунд, чтобы набрать один символ Эта виртуальная игра называется Smart Home, умный дом Здесь тоже используется компонент P300 Только вместо букв в матрицу символов внесены специальные команды управления Например, открыть дверь, идти вперед, включить телевизор, погасить свет Выбрав команду «Позвонить по телефону», я попадаю во внутреннее меню и могу выбрать номер абонента А затем и шаблонные фразы для разговора, которые из-за меня произнесет компьютер Так просто реализована идея множества команд Только вот выполнять их одновременно нельзя Неинвазивным методом мы сможем добиться использования только самых основных, самых простых команд Для того, чтобы угадать какие-то более абстрактные желания, нужно имплантировать электроды в мозг Это повысило бы точность распознавания сигналов во много раз Так что вряд ли мы увидим в реальности те фантастические картины, где, лежа на диване, человек управляет самолетом, работая только мозгом Без вскрытия черепной коробки В начале программы мы начали собирать детекторный приемник Его основу, колебательный контур, сделали из катушки, намотанной на цилиндр из туалетной бумаги И конденсатора переменной емкости, который отыскали в кладовке дворца пионеров Припаяв по схеме старенький диод и еще один конденсатор, готовы к испытаниям Осталось прикрепить антенну и искать в эфире живой человеческий голос Как и было обещано в начале программы, история открытий Вот собранный мной детекторный приемник, теперь его нужно испытать Буду это делать не один, а вместе с настоящим профессионалом Прошу вас, Александр Пастор, доцент висфаку Петербургского университета Добрый день Здравствуйте, Игорь Павел Ну, вот схема, я сначала нарисовал схему на дощечке Да И чтобы было наглядно, вот по этой схеме Это вот то, что остается от туалетной бумаги, когда она из себя использована Вот эта вот картонка Да, это катушка индуктивности Вот детектор Я когда делал приемник, я, в общем, не очень объяснил принцип его работы Я сказал, что вот это колебательный контур А вы можете вот так вот в двух словах пояснить, что все-таки принцип работы этого приемника Вот есть радиоволна Да, принцип очень простой Радиоволна возбуждает колебания электронов в нашей с вами антенне Эти колебания электронов происходят на всех частотах, которые излучают все возможные радиоволны Все возможные передатчики Нам надо выделить нужный нам передатчик Для этого существует избирательная вещь, колебательный контур То есть вот конденсатор и вот эта катушка Конденсатор и это индуктивность Катушка индуктивности Меняя величину конденсатора, что легче, чем перестраивать индуктивность Мы настраиваемся на частоту нужной нам станции И тогда возбуждается в этом колебательном контуре колебание только на несущей частоте одной станции Но эта высокая частота просто модулированная, как бы обрезанная сверху звуковым сигналом Да, модуляцию снимает уже следующий элемент Диод, который стоит уже после колебательного контура Вот этот диод, который идет уже на наушники Дальше стоит еще маленький конденсаторчик, который выполняет просто роль фильтра И наушники, где мы слышим уже домодулированный сигнал, обрезанный диодом То есть, в общем, схема могла прийти в голову каждому, да, практически? Да, конечно Это все можно было изобрести еще во времена древних греков Надо только знать, как, как всегда Что еще нам нужно для того, чтобы принять сигнал? Нам нужны наушники, антенна и заземление Так, вот это гнездо заземления Совершенно верно Присоединенное к нашему металлическому полу И вот антенна, это бесконечный провод, уходящий вне студии Практически бесконечный, потому что здесь каменный мешок и здесь, конечно, сигнал Экран, экран, здесь не слышно А вообще, кто впервые до этого додумался, до детекторного приемника? Я же много достаточно об этом читал, но как-то вот автора Я хочу сказать одну очень важную вещь Радио изобрел не Генрих Герц, а именно Попов и Маркони Потому что радио это передача информации с помощью электромагнитных волн И для этого нужен нелинейный элемент, детектор Ну что ж, давайте попробуем Я в такая наушники Наушники, да Так, ну вот Подкрутить немножко конденсатор Так Ооо, давайте дадим зрителям Ну, шумы, да Я хочу, чтобы в студии этот звук все-таки прошел Вот так вот сделаем Вот, мы настроились на станцию Но это длинная или средняя волна, да, скорее всего? Ну, судя по частоте и по емкости, да Это диапазон средних волн Ну, а вообще, эти приемники Какое распространение имели? Как долго вообще вот на всем этом Жил радиовещание? Это все продолжалось где-то до середины 20-х годов Когда были изобретены вакуумные лампы Вакуумные диоды, вакуумные триоды И на этих вот вакуумных триодах Были сделаны первые усилители И тогда уже появились вот Тогда появились первые ламповые приемники Которые представляли себе вот такой шкаф Вот такого размера У меня в квартире долгое время стоял такой приемник СВД-9, как сейчас помню Ну, а вот этим пользуются радиолюбители, да? Да, а радиолюбители сидели в наушниках Своей темной коморки И были счастливы, что они слышат вот этот вот звук Ну что ж, еще раз послушаем, как звучит Первый в мире детекторный приемник Который мы собрали своими руками Ну, довольно чисто Расстроились, прекрасно Первый детекторный приемник в мире Да Спасибо огромное В студии программы «Прогресс» был Александр Пастор Доцент петербургского офисфака Мы слышали, как работает изготовленный нами Первый детекторный приемник Большое спасибо, Павел Это была программа «Прогресс» Мы открыты для общения Наш адрес прогресссобака5tv.ru Также нашу программу можно увидеть на сайте пятого канала А 27, 28 и 29 мая в цикле «Живая история» Жизнь замечательных растений Не пропустите Почему тюльпан, роза и орхидея стали любимыми цветами человечества? Почему из-за них возникали войны, финансовые кризисы и религиозные распри? С 27 по 29 мая «Жизнь замечательных растений» на пятом в 22.05 Увидимся через неделю Счастливо!